Приветствую всех! С вами Борис Маркелов. Извините за голос, немножко приболел, но сегодня тема у нас актуальная для тех людей, которые занимаются бизнесом, сетевым бизнесом. И тема наша называется «Самозанятость». Почему я выбрал эту тему? Для тех людей, которые, конечно, бегают по проектам, вкладывают деньги и ничего не зарабатывают, эта тема, возможно, и не касается. Для тех, кто занимается правильным бизнесом, как говорится, зарабатывает деньги, неважно, какой это проект, это, возможно, какие-то инвестиции, возможно, матричные проекты, возможно, живые очереди, и вы получаете деньги, лучше не пренебрегать этим. Итак, «Самозанятость» можно применять, пока ваш доход не превышает 2,4 миллиона рублей за год. Давным-давно я являюсь сетевым предпринимателем, давным-давно я все деньги оформляю через счет «Самозанятого», поэтому ко мне вопросов вообще со стороны налоговой нет. Но существует также закон, можете поискать его в интернете, «Незаконная предпринимательская деятельность». Кого он касается? Он касается тех людей, которые бегают по интернету, говорят, вот мы подпольные миллионеры, вот посмотрите наши чеки, вот посмотрите то, посмотрите все. Ну, тем самым они вешают на себя статью. Статью о незаконной предпринимательской деятельности. Сроки реальные. И вы можете вспомнить таких интернет-предпринимателей, по которым громкие дела сейчас проходят. Вот это Блиновская, АЭС Шабудинов, которые налоги не платили. Ребят, лучше этим не пренебрегать. Лучше все счета, которые, то есть все деньги, все прогонять через счета. Либо ЭП, либо самозанятости, если у вас доход не превышает 2-4 миллиона. И те проекты, которые говорят, мы подарочные проекты, а подарки, за подарки налоги платить не надо. Вы жестоко ошибаетесь. И здесь нужно включать голову. То есть подарочный проект перед этим, которым я участвовал, все деньги были задекларированы. Да, все суммы, которые приходили к подаркам, они проходили через счет самозанятого. Поэтому перед законом, как говорится, как сетевой предприниматель, я чист. Если вы хотите оформить самозанятость так, как сделал это я давным-давно, то в первом комментарии под этим видео будет ссылочка. Заходите, нажимайте по кнопке. Никуда ходить не надо. Автоматически через кабинет Госуслуг вас зарегистрируют. У вас будет свой кабинет. У вас будет свой счет, через который вы сможете прогонять свои, как говорится, заработки в интернете. А вот тех, у кого карты заблокированы, например, где-то непосредственно в банках, вот тех ждет непростые времена. Придет то время, и оно уже практически пришло, когда все эти счета начнут проверять. И если через ваши счета прошло достаточно большое количество денег, особенно за месяц, ну, ребят, я вам не завидую. Поэтому ссылка на самозанятость будет в первом комментарии под этим видео. Заходим, регистрируемся и работаем в белую, как говорится, в интернете. И получаем деньги и удовольствие. На этом заканчиваю. Всем привет.